Всем привет и добро пожаловать на мой видеоканал. Хочу вам сегодня рассказать о наполнении коробочки La Flula за май. За май, за май, да, за май. Как всегда, все, что находится в этой коробочке, если вы покупаете в течение месяца, идет с 20% скидкой. Ну и, естественно, карточка с описанием того, что находится в этой коробочке. La Flula – это коробочка органическая, наверное, так сказать. То есть все продукты, у них натуральный состав, то есть кто в этом заинтересован, то такая коробочка вас может заинтересовать. У них рассылка по всему миру бесплатна. Начну с наполнением. Не очень я довольна, если честно, наполнением La Flula. В данный момент я сравниваю коробочку La Flula с коробочкой Glossy Box. И, конечно же, в сравнение она не входит. В этом видео я вам покажу наполнение двух коробочек La Flula и Glossy Box для сравнения, что было в двух коробочках. Начну с упаковки. То есть упаковка La Flula выглядит у нас вот такая простая обыкновенная белая коробочка. Коробочка от Glossy Box. Посмотрите, какая она красивая. И в этом месяце Glossy Box работала вместе с Homey Eye. И эта коробочка была, скажем так, произведением фирмы Homey Eye. Так, значит, всего было четыре вида коробочки от Glossy Box. Она у нас шла по странам. Значит, это могла попасться коробочка, иллюстрированная Homey Eye, с разными странами. Лондон, Париж, Нью-Йорк или Берлин. То есть четыре выбора было. У меня, судя по коробочке, был Париж. Потому что, посмотрите, вот это Эйфелева башня. Здесь у нас военный музей, и там, где похоронен Наполеон. Что тут у нас такое выдающиеся? Триумфальная арка. Потом, где-то тут я видела Лувр. С обратной стороны, наверное, даже с двух сторон все нарисовано у нас. Вот Лувр сам. Вот он. То есть, посмотрите, какая красота. Амур тут вот. Нотр-Дам де Пари. То есть, ну, понятно, коробочки. Посмотрите, как красиво. Посмотрите, внутри такая красивая, то красиво бумажечкой все было. Посмотрите, сравнение, да, вот. То от Лувр ничего не было. И здесь в Glossy Box лежала вот такая, кто хочет сделать фотографию в Инстаграме и выложить. И описание также, описание продуктов шло с такой карточкой. Посмотрите, она вот в сравнении. Даже вам покажу. Здесь у нас официальный сайт, цена. Здесь этого всего нету. И посмотрите, здесь все фотографии продуктов, здесь ее нету. Ну, и само короткое описание. То есть, по мне, Ла Флула, конечно же, в этом плане проигрывает. Ну, теперь начнем с наполнением. Значит, наполнение Ла Флула за маль. Здесь у нас шла вот такая цены. Можете посмотреть, кому интересно, на сайте Ла Флула. Здесь серум идет от Balm Balm. Это был уже такой серум, точно такой же. Уже они вкладывали в коробочку. Любят они повторяться, любят они вкладывать в фирму Balm Balm. Я смотрю, мне эта фирма не очень нравится. Значит, здесь это у нас масло для лица. 100% органик. Серум для лица у нас. Он тут заявлен, что он хорошо увлажняет кожу лица и шеи. Можно ее использовать как днем, так и вечером. Хранить при температуре 30 градусов. Ну, если честно, мне не понравилось. Тут 30 миллилитров. Я вообще масла не очень. А для лета я вообще не понимаю, зачем они положили масло. Ну, вот я не буду даже открывать, вам показывать. Так как уже было, можете посмотреть в другом видео. Ну, вот здесь такой с пипеточкой оно. То есть, такое масло. Опять масло. То есть, уже два раза масло. Что нашло вот в такой коробочке. Это уже в мини-версии 5 миллилитров. Здесь у нас масло. Как у нас тут это называется? Coils of heaven. То есть, масло рая. Вот оно у нас. Масло рая. Это масло для лица. Значит, здесь у нас говорится, что из какого-то дерева какай, которое растет в дикой реке, в колумбийских джунглях. И этот, значит, масло какао содержит 50%. Значит, он содержит витамина Е больше на 50%. Чем в органовое масло. И три раза больше ретинола, чем масло. Вот как раз таки вот этого нашего розыщи. Значит, в нем большое содержание ретинола и большое содержание витамина Е. Оно как антивозрастное. 100% натуральное. 2-3 капельки мы используем на массажными движениями. Наносим на кожу лица. После очищения. Можно использовать после этого ваше увлажняющее средство. Макияж. Хотя себе слабо представляю. После такого маслянистого как можно использовать какой-либо макияж. Можно использовать как днем, так и ночью. Ну, вот так вот это выглядит у нас. Пахнет, если честно, мне не понравилось, как оно пахнет. Вот здесь написано на 5 раз оно. Мне что-то кажется, что оно гораздо больше, чем на 5 раз. Оно очень вот такое маслянистое. Поэтому вот еще раз повторюсь, я даже не представляю, как можно использовать макияж после. Такое маслянистое, маслянистое. Ну, не знаю, я не скажу, что у него какой-то ярко выраженный запах, но как-то вот не очень. Опять же, не знаю, вот не в восторге я от того, что вот опять вот это вот масло масляное ложат даже летом. То есть не зимой, а даже летом. Следующее, что было в коробочке Love Lula, это вот такой спрей, тоже мне слабо понятный. Это от John Masters, неплохой бренд. Значит, John Masters Organic, это спрей, соляной спрей. Значит, соляной спрей с лавандой. В чем его преимущество? Значит, спрей наносится на кожу, на волосы ваши, перед тем, как вы идете купаться. Значит, здесь у нас масло лаванды, которое помогает от высушивания волос. Значит, что здесь говорится? Когда вы идете купаться в море, ваши волосы от соляной воды, они высушиваются. И вот этот спрей с маслом лаванды, оно помогает это предотвратить. Но здесь немножко для меня спорный вариант. Потому что, если вы посмотрите в состав, то на первом месте вода, а потом уже морская соль. Ну и, естественно, на последнем масло лаванды. То есть, тогда я не понимаю, зачем в этот спрей внесли морскую соль. И что, вот я не знаю, здесь будет видно или нет. Вот так он наносится. Слегка еле уловимый запах лаванды, но на самом деле я вот даже чувствую на коже рук, как начинает высушивать кожу. То есть, это морская соль, она высушивает кожу. И если бы, вот я, допустим, нанесла на волосы, и на волосах у меня была заколка, потом на заколке осталась вся вот эта соль. То есть, я не представляю, если это остается на волосах. То есть, если честно, какая-то непонятная мне вещь. Вот. Ну и опять. Лоинслив. Уже был у меня лоинслив, только здесь у меня масло для тела. Баттер. Баттер для тела. Опять он маслянистый. Здесь он у меня... С чем они мне его вложили? С ванилью. Вернее, нет, не с ванилью. Не знаю, с чем он тут. Ну и здесь он увлажняет, смягчает вашу кожу, делает здоровое. На самом деле всего лишь 8 мл. То есть, на все тело, естественно, не протестируешь особо. Ну, можно как крем для рук. Вот вроде он выглядит баттером, но на самом деле он вот прям моментально превращается в масло. И при... Вот я даже сейчас чувствую соль. Вот так вот я провожу, и, конечно, чувствуется эта соль. То есть, на волосах, конечно, не понимаете, зачем эта соль. Значит, вот так вот наносите, втираете, и вот опять вот это вот. Если вы видите, кожа, она покрыта опять каким-то маслом. Ну, которое, кстати, неплохо пахнет. Но опять, я вот не люблю вот эти. То есть, есть, допустим, баттеры от Body Shop, которые мне нравятся, которые действительно очень приятно пахнут, и такой жирной пленки не оставляют. То баттеры от Loin Sleeve мне не очень нравятся. Они просто масло масляное, поэтому, к сожалению, тоже. Вот я не понимаю, столько масла в летнюю коробочку вложить. Как-то мне не очень это нравится. И последнее, что было в Love Lula, это скраб от Yorick. Я тоже рассказывала про этот бренд, потому что тоже вкладывали этот бренд. Можете посмотреть. Это уже скраб для тела, лимон и ваниль. Мне кажется, единственная вещь, которая мне в этой коробочке понравилась. Значит, она убирает мертвые клетки, омертвевшую кожу, как, в принципе, любой скраб. Ну, и, естественно, увлажненная ваша кожа. Увлажненная ваша кожа. Сейчас все убежит, может быть. Вот такой вот. Вот это вот. Сколько здесь? Сколько здесь у нас? 100% натуральный. Вот, посмотрите, кому интересен состав. Не знаю, сколько здесь. Ну, вот здесь, посмотрите, такая заглушечка есть. И сам скраб. Он такой вот твердый. Ну, вот, потом он его вот... Видите, он такой тверденький. Скрабирующие частички очень нежные. Очень нежные. И они превращаются в масло. То есть, при нанесении на кожу. То есть, она проскарабирует, но не поцарапает вашу кожу. И потом при контакте с водой все эти частички превращаются в масло и, естественно, не начнут осыпаться в вашу ванну. То есть, как говорится, продукт будет использован, пахнет очень вкусно. Таким действительно, даже не лимоном, я сказала бы, а лаймом, цитрусом таким каким-то. Вот, возможно, взаимодействие лимона и ванили дает такой приятный цитрусовый запах. Поэтому это вот единственное средство, которое мне понравилось в этой коробочке. Действительно, на лето оно будет прекрасно. Для девочек, которые пользуются, допустим, какими-то автозагарами, скраб нужная вещь для таких целей. Да и вообще, когда жарко, очень удобно. Но это масло как-то мне не очень понравилось. Поэтому, к сожалению, коробочка за май мне абсолютно не понравилась. Вот она была. Ну и расскажу, что было в майской коробочке от Glossybox. Сравнение сразу же. Значит, ну, про дизайн я вам уже рассказала. Он просто прекрасный. Наполнение. Значит, смотрите. Сладкий попкорн. Сначала он меня поразил. Думаю, какая же эта коробочка красоты, когда попкорн. Ну, нет. Он не заявлен в списке. Поэтому это был просто подарок. Поэтому мне, конечно, это приятно, что они положили такой слегка соленый попкорн. Был очень вкусный. Каждый прожаренный кусочек хорошо. То есть, мне понравилось. Спасибо за такую приятную вещь. Кстати, перевязываю такой белой ленточкой. Вот они красиво на этот раз постарались. Обычно у них черная ленточка. Ну, и давайте пройдемся. Значит так. Вот такая у нас гель для ногтей. От Ларикрил. Вы можете его купить в магазине Бутс. Стоит он 16,99. То есть, относительно дороговато. Сейчас вам покажу поближе. Вот он. Вот он будет наверху. Вот Бутс. 16,99. Относительно дороговато. Ну, что оно делает? Оно, значит, если у вас поломался, не поломался, для тех, кто любит погрызть ногти, вот сгрызть вот эту всю кутикулу или по краям, или как-то у вас поломался ноготочек очень сильно, что здесь у вас даже покраснение, то есть больно вам нужно как-то все это побыстрее, чтобы выросло, то вот такой гель вам в помощь. Значит, если как-то перес... ну, очень пострадали ваши ноготочки, то есть вам нужно, чтобы побыстрее все это выросло, естественно, вы можете пользоваться таким средством. Вот так он выглядит. Здесь 15 грамм. Ну, если честно, ерунда. Ну, возможно, какой-то вот антисептик, единственное. Вот он такой прозрачный гель. Вот какой-то, я думаю, антисептик. Ничего, естественно, остальное делать, не представляю себе, что он будет делать. Вот он такой тоже жирненький. Ничем он не пахнет, вообще абсолютно ничем. Ну, мне кажется, наверное, не стоит тратить денег. Любой, если уж там что-то бы повредили, любой антисептик взяли и помазали. Вот здесь написано, что через 14 дней все пройдет. Ну, естественно, через 2 недели вырастут ваши ногти, и все будет в порядке. Следующее. Так, следующее. Что тут у нас? Ну вот. Вот я вот не могу найти. А, ну вот, 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 вот. Вот, значит, это у нас Абсолют фирма, Абсолют, Абсолют. А Нью-Йорк, это такой блеск для губ, то есть кремовый, матовый крем для губ. Он очень пигментированный, стоит он 5 паундов на их официальном сайте. Вот он, их официальный сайт, кому интересно. И вот стоит 5 паундов. Вот так он выглядит. Вельвет липи. Ну, у меня в таком, как всегда, цвете, который мне не нравится. Цвете румба. Что тут, что тут у нас? Вот. Вот, тоже 0,1. 6 грамм. И вот так вот он. Здесь такой спонжик. Вот он именно такой. Он, вы его наносите, он вроде кажется такой, именно блеск, но потом он высыхает и превращается в матовую помаду. Очень пигментированный, коралловый цвет. Вот на лето, мне кажется, девчонкам, кому нравится коралловый цвет, очень хорошо подойдет. Ничем он не пахнет, но вот такой вот матовый. Он не совсем как матовая помада становится, он все равно слегка в нем присутствует. Такой бальзамчатый блеск, как будто даже не блеск, а вот именно как бальзамчик такой, как помада, наверное, как обыкновенная помада, все-таки не матовая, просто как помада, но, в принципе, неплохое средство и недорогое, 5 паундов. В принципе, можно кому нравятся такие штучки, можно и купить. То есть, опять же, на лето замечательно. Следующее, это вот такой увлажнитель, увлажняющий крем от Be Good. Посмотрите, в 2015 году он получил премию. Вот, значит, английский бренд, это он относительно дорогой, стоит 23 паунда. Ну, он увлажняет вашу кожу. Вам надо совсем чуть-чуть этого средства. Вы его наносите на лицо вечером или утром после очищения. Вот, кстати, официальный сайт, кому интересно, можете приобрести. Вот, кстати, здесь и говорится о том, что до 30 июня будет, вот, вы можете написать May Gloss, и сохраните 5 паундов, если потратите 15 на их официальном сайте. Вот, значит, вот это у нас кремчик этот. Так он выглядит. Такой он легкий, очень легкий, он очень быстро, моментально просто впитывается. Он тоже, ну, в принципе, ничем не пахнет. Моментально впитывается, действительно, ему надо совсем чуть-чуть. Он просто, он великолепно распределяется по лицу, он очень мягкий, лицо становится такое тоже у вас мягенькое. Хороший, неплохой на самом деле крем, он действительно увлажняет, то есть он заявлен увлажнять, и он увлажняет, поэтому присмотритесь. Да, он такой относительно не совсем уж прямо, он и дешевый, но натуральный состав и действительно неплохой, я бы сказала бы. Так, и последнее, это тушь. Значит, тушь можно было выбирать, сами присылали на сайт, какую тушь хотите, вы сами выбирали, я выбрала объем и длина от Revlon. Стоит эта тушь 9 паундов на бутсе. Бутсе вы можете купить, и сейчас тоже идет скидка. Значит, 3 продукта по цене 2 вы можете купить, или сохранить 2 паунда на помаде в бутсе, в магазине или онлайне, вот идет у них такая скидочка, вот такая тушь. Еще я ее не пробовала, я вам потом о ней расскажу. Черная, естественно, вот такая у меня кисточка, хорошая кисточка, кстати, потом вам в каком-нибудь видео или о пустых баночках, скорее всего, о пустых баночках, или о покупках расскажу. Вам понравилась мне эта тушь? Нет, смотрите, вот она такая плоская, интересная. Ну, вот на этом все, вы сами делаете выводы. Мне, допустим, в этом месяце понравилась пробочка от Glossy Box, больше, чем от La Flula, потому что все-таки здесь было больше средств для лета. Ну, сами судите, все названия подпишу, как всегда, под видео. Спасибо всем огромное за внимание, всех целую, всем пока!